Здравствуйте, друзья! У нас небольшой сюжет об основных источниках информации при изучении Green Card Loterii и миграции в целом. И это очень актуально именно сейчас, когда, можно сказать, все прогрессивное иммиграционное человечество готовится к заполнению формы регистрационной лотереи Green Card 2020 финансового года. И у меня, если вы обратите внимание, три окошечка в браузере. Первое, второе и третье. Первое – это форум «Говорим про US». Вот у него и URL тут такой очень простенький «Говорим про.US». Это единственный форум, где есть все. Там есть все и достаточно качественно. Я не хочу сказать, что вы обязательно получите большое удовольствие от общения со всеми практически участниками. Это не так. Но информацию вы найдете любую. И я вам очень советую начинать с часто задаваемых вопросов. Тут это называется форум «Вики». Пусть это вас не ведет в заблуждение. Это вот то самое место, куда вам надо, если вы ничего еще особо не знаете. Вы пришли сюда и тут ссылки на разные темы, которые обсуждались на форуме. Вы просто прочитаете те дискуссии, которые там есть. Вот по законодательству, вот по Green Card лотереи. Это законодательная часть. Номер социального страхования, водительские права, информация для новых иммигрантов, ввоз денег. Вот все те вопросы, которые задаются в комментариях к нашим видео, например, я могу сказать, что они здесь прекраснейшим образом отвечены. И про страховки, и социальные службы, и для детей, и налоги. Можете себе представить, что там 15-16 лет идет обмен по этим вопросам. Вот представьте себе. И вот это результат. Школы, колледжи, оценка дипломов, покупка авиабилетов, поезд жилья, транспорт и так далее, и так далее, и так далее. Просто, даже просто посмотреть, что там есть и понять для себя, где посмотреть, в случае с чего, да, это уже большое-большое, так сказать, значение будет иметь в вашей дальнейшей ориентации в вопросах. Это первый источник. Вы не можете пройти мимо этого без того, чтобы что-то потерять в своем движении на этом пути. То есть вопрос такой, или вы это используете, либо вы чего-то недополучите. Следующий момент, это у нас есть на канале Silicon Valley Voice. Я надеюсь, что вы на него подписались. То есть, точно так же, как, допустим, не пользоваться ресурсами, говорим про ОС, это путь, как бы, в сторону от такого магистрального развития. То же самое, не быть нашим постоянным зрителем. Это точно такое же отклонение от магистрали. То есть, я надеюсь, что вы у нас подписаны на нашем канале. Но у нас есть довольно много плейлистов всяких. Вот один плейлист, вот он здесь называется, FAQ, Green Card, Лотерея. Мы, особенно в прошлом году, вы видите, он тут говорит, 35 видео, они практически все были сделаны год назад. И там есть ответы на все, на все вопросы. Иногда на форумах очень сложно, в том смысле, что разные люди, разные мнения и так далее. Я как-то стараюсь это переварить и вот собрать до кучи, приглашаю людей. Значит, все вопросы, которые у вас возникнут в процессе заполнения, мы, конечно, будем делать новые видео. Но просто вы должны знать, что есть место, где все уже отвечено, если хотите найти ответ. Это как бы дело такое, то есть, вас никто не заставит, но если хотите, оно есть. И еще, что я вам хотел сказать, у меня есть видео одно. Все три источника я дам в описании к видео, чтобы вы могли, так сказать, без того, чтобы их искать, туда пойти. Но есть еще одно видео, и я хочу обратить ваше внимание не столько на само видео, хотя оно само по себе неплохое и как бы по делу. Но тематика. Дело в том, что кроме гринкарт-лотереи как таковой, есть много способов. И вот видео называется «Гринкарт-лотерея 2019 прошлого» и ее альтернативы. Девять способов легальной эмиграции в США и так далее. Если вы хотите увеличить ваши шансы на выигрыш в лотерее гринкарт, значит, вы не должны все свои, я извиняюсь, эмиграционные яйца складывать в корзинку вот этой самой лотереи. Вы должны эти яйца раскидать по разным каналам. То есть, гораздо надежнее, когда у вас будет, там, скажем, два-три разных пути. Вы, может быть, еще о них не знаете, но вы можете о них узнать. Вы посмотрите видео, вы будете читать форум, вы будете смотреть наш канал и так далее. То есть, все известно заранее, все расписано очень подробно. Но если вы будете разными путями идти одновременно, параллельные стратегии, то ваши шансы на выигрыш в лотерее будут выше, чем у тех людей, которые, как вот зомби с этой лотереей, знаете, как кролик на удавы на нее смотрят и больше ничего у них в жизни нет. Опыт показывает, что те, кто в меньшей степени зациклен на лотерее, лучше выигрывают. Или, скажем так, из тех, кто выигрывает, мало кто был сильно зациклен. Поэтому вот такое вам напутствие, потому что, ну что, еще пару дней и будет 3 октября, сегодня у нас 29 сентября. Просто вот, чтобы вы знали, что есть такие источники и хотя бы, хотя бы ознакомились с ними и знали, что они есть при случае посмотреть на информацию, когда наступит такой момент. Счастливо и успехов всем! Счастливого вам билета!